всем привет друзья разработчики сегодня на форуме поделились информацией о предстоящем обновлении давайте посмотрим что же нас ожидает возможно я где-то в чем-то ошибусь что-то не неправильно понял надеюсь комментариях если что вы меня поправите итак во первых баланс экипировки наконец-то то есть костюмов брони и бронежилетов всего все от балансили каким образом костюмы теперь в стоковом состоянии не очень не сильно отличается по характеристикам чтобы раскрыть их потенциал нужно качать определенные умения ну какой профи там принадлежит этот костюм и прочее давайте сейчас все покажу вот нам не одет красный крест информации и хищник возьмем смотрим вроде бы костюмы кардинально отличаться должны до разные назначения но характеристики видим особо не отличается там плюс 100 туда плюс то сюда там и все кстати теперь пулевая защита не превышает 400 очков на любой броне 400 это максимум и остальные там то есть вот огонь там вода и медные трубы ну вот эти все там остальные взрывы не превышает 500 500 это максимум 400 пулевое и 500 все остальные вот видите они не отличаются по сути хотя назначение у них абсолютно разные и даже уровень смотрите тут 4 тут 5 ну вот в чем фишка фишка в том что смотрите теперь тут указывается вот на красном кресте эти тип униформы и какой специальности относится то есть не надо теперь догадываться что-то там расспрашивать какие-то там исследования проводить все ясно и понятно указано все вот вы врач купили красный крест качайте это ну то есть это ваша вот качайте униформу специальность врач и то же самое тут вот хищник ну и все остальные брони везде теперь указано открываем смотрим вот она экипировка униформа специальность медик все все шесть прокачали и постепенно превращаетесь честно скажу в терминатора ну в определенной своей области вот я прокачал вот эти шесть перков это жесть просто выходите по аномалиям там пофигу эти микроволновки жарки да любое просто пешком с перегрузом без аптечек пешком спокойно идете собираете арты даже без им за это чудо просто какое-то но это все естественно надо прокачать ну от пуль конечно он не поможет то есть а тот к вот хищник например прокачайте что это броня штурмовая до пули стойкая прокачаете будете хорошую защиту от пуль иметь но по аномалии так же разгуливать не сможете вот так вот и теперь у с по-новому все будет у с универсальная экипировка сталкера это уже как она спец спец экипировка она будет защищать от всего чтобы ее одеть то есть вот это обычная броня она как бы к своему классу принадлежит ну то есть определенную броню может определенная специальность качать а у с q может любой носить и она защищает от всего то есть это как будто бы вы надели на себя все брони разом и теперь защищены от всего чтобы ее одеть нужно вот открыть 5 пирк спец экипировки эти новые появились и теперь так опыт никакой не нужно но нужно условия вот навык один любой из этих навыков любой то есть если вы штурмовик то штурмовую броню 5 уровень там если мобильная броню мобильную то есть одежду от мутантов любое вот у меня уже униформа медика 5 открыто то есть я могу все уже изучить его и надеть войску она будет за она будет по всем статам защищать от всего так чтобы ее собрать теперь у нее нет таймера во первых войске но собрать ее сложновато будет там части части войске они обмениваются даже на какие-то там части дуды ну моба этого спустоши супермоб вот какая-то что там из него будет выпадать и это будет обмениваться на одну из частей войске потом собираете ее это скорее всего мастер там и собирает и универсал все и она без тайма чтобы ее восстанавливать нужно изучить схему какую-то там специально по повыски ну и пятый уровень создание брони иметь вот это что касается войске то есть супер броня такая будет сразу по всем навыкам таким образом у иску можно будет носить только после 25 уровня ну потому что после 25 с 25 уровня только возможно открыть вот пятый перк вот так вот а клановая броня в общем в общем и у эска и клановая броня вводится клановая броня уже есть витязи инквизиторов и штормов я не стану ее показывать ну во первых там не совсем я договорился можно ли показать во вторых она немножко не доделана еще в плане текстурки не пришиты кое-где местами текстурки не про не пришиты ну скажу вам я сам для себя посмотрел классно конечно сделано все четко уматно и даже со стороны вот когда смотришь и сам когда играешь ну сзади когда сам на своего перса смотришь ништяк вот так вот у эска и клановая они по статам одинаковые различия в том что у эску после 25 уровня можно напялить клановую броню может любой новичок одеть так а по статам одно и то же так это касается брони что там у нас дальше и пометил а вот еще важное наконец-то наконец-то смотрите что сделали отображение полное отображение характеристик вот это вообще супер я считаю наконец-то наконец-то нити все в реальном времени вот снимаем костюмчик и сразу все падают видите статы сразу можем наблюдать это копируем хищника эти все видно сразу и это отлично и бафы и дебафы все отображается если в минус там по каким-то дебафом уходите все будет видно супер вот это супер так дальше 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 что там у нас москос наконец наконец-то москосу добавили защиту от спорочность но это связи с тем что раньше там москосом как бы такой топовый был он от всего защищал но только не от спорочницы по всем параметрам был превосходил все костюмы но вот приходилось таскать с собой вот эти костыли там баночки эти с тушенкой от спорочницы специальный респиратор чтобы вовремя там ухитриться одеть успеть в общем неудобно было вот это неудобство исправили ну и статы естественно и у него тоже там приравняли так еще что интересно я же глазам не поверил читал когда на форуме некоторая экипировка выведена выведена из доната и получается игровым путем это телогрейка партизан весь сет шакала весь сет края этого шиза весь сет вороньего леса и красный крест костюм это офигеть просто ну и они убран таймер с них с этих вещей я правда не знаю где они как добывается может быть рано радусь и там опять там супер завышенные какие-то требования и нереально это все добыть фиг знает но все равно уже шаг сделан может быть дальше что-то и будет пройти с уж слишком будет все это завышено интересно и плюс говорю повторяю что все статы приравнены же там примерно более-менее то есть шакала собираете и он примерно будет скорее всего равен как там другой какой-то костюм там тот же хищник классно же так ну и таймера да нет на них если у кого-то еще есть и костюмы эти вот например там башка 6 с таймером она кончится и он пропадет 6 все так у торговцев с пустоши обновился ассортимент броников на это я не смотрел возможно там они продаются как раз сейчас броники где-то может быть с этот разбросан ну например с шакала башка там продается там куртка там вот так вот возможно это все разбросано так обновление в лагере у башни тесла я у специально сюда пришел чтобы показать давайте посмотрим уматно сделали так это атмосферно все заходим сразу сюда тут у нас груша варит студни или верху идем по лабиринтам лучше стало раньше как было заходишь как-то пусто все сидят три коллеги каких-то скучно уныло а тут сейчас постройки какие-то им пост такие сделали классно скупщика здесь добавили скупщика раньше даже и не было о как и тест так продавец брони ну тут лоховское все стандартная сети кто за там калаши потом сами посмотрите кожевник что-то присел раньше стоял так тут у нас кладовщик и вот самое интересное влас он раньше был торчал там вот болтун болтун призван для того чтобы помочь тем кто помните вот на форуме постоянно мы левого и у меня там репутация в минус ушла по бандитам или еще там по кому-то что как не быть как не быть вот болтун призван для того чтобы решить эти проблемы я так понял я не буду с ним разговаривать сами потом все посмотрите не буду ничего спойлерить сильно уж сменные магазины стали прочнее и положительно влияют на скорострельность вот это блин я что-то упустил сам не проверил фиг знает прочнее они все стали и на скорострельность влияет или только донатный фиг знает может быть все прочнее стали а на скорострельность донатный только влияет не знаю вот это я не выяснил извиняйте так вот еще интересно вместо вексов золотые рубли вводят наконец-то таки вот кто-то там пишет на форуме что ой как плохо ой все пропало шеф наоборот все ништяк вы чё пропало то пропало то что может быть нельзя будет эти сидунцы не смогут торговать вексами это может быть но это может быть разраба решат как-то эту проблему но с другой стороны смотрите бывает что не хватает там два рубля до каких-то начата все и надо покупать векса там все это так купили 2 рубля и все передавать их между игроками можно будет только вот сидунцы говорю как-то ну это может быть решат эту проблему разрабы так так что я считаю это наоборот хорошо что золотые рубли сделаю так что еще там обыч так а ржавый рюгер теперь можно починить у ремонтника и он станет настоящей винтовкой рюгер мини которая требуется вот по квесту дудочника помните раньше как приходилось бегать там за клановыми там просить их чтобы купили по моему они больше нигде не продавались кроме как на донатках ну вот разрабы исправили таким образом это недоразумение это правильно хорошо сделали так еще вот интересно крафтеры могут делать инъекторы с энергетиком нервным стимулятором и с алкосерилом внимание из частей выпадающих из гуманитарок вот в принципе идея хорошая да так посмотреть но вот интересно в каком количестве будут выпадать эти части сколько можно будет наделать этих инъекторов да с одной стороны ништяк даже лучше вот чем выпадали бы просто инъекторы то есть это как бы одним махом двоих зайцев и для крафтеров работа и инъекторы выпадают но вот интересно в каком количестве все это будет выпадать вот в чем вопрос так дальше добавлена какая-то вскрытая сумка ведуна тоже это я не выяснил как она там то ли самому ее как-то там вскрывать надо она вскрытая будет то ли уже выпадает она вскрытая ну в общем эту сумку можно обменять на коробку для медикаментов тоже вот интересно в коробку эту я так понял то что в нее ложишь она не выпадает а положить можно салкосерилл салкопангин лекарство от спорочницы ну там в определенном количестве все это дело помните я как-то видео говорил что вот неплохо было бы для медиков в рюкзак санитар хотя бы в тот же добавить какой-то отсек там буквально там на 5 там на 10 слотов которые можно было бы там вложить аптечки ну что-то лекарства там ну в общем понятно лекарства все эти чтоб не выпадали а то чуть такое медик которого все повысыпалась и аптечки еще он даже помощникам у не может ну вот разрабы так такое придумали это своего рода такой подпространственное хранилище как вот то же самое только для медиков вот жаль нельзя туда добавить хранить там аптечки но может быть со временем добавят разработчики было бы неплохо и логично так ну и все общем то да все что я там для себя помечал выписал да обо всем сказал теперь пойду все-таки на аномальное поле на кун перемещусь и там покажу вам что какой танк реально становится ну вот после прокачки вы сейчас просто офигеете это жесть тупо прет как танка ему пофигу на все эти аномалии ну-ка они аж попрятались в землю поубегали но где аномалий вот видите тупо зашел взял артефакт и пошел дальше даже колодца не надо если у вас прокачен метаболизм у меня тоже на полную катушку прокачен метаболизм видите только вышел все сразу в махом восстановилась красота так ну давай как микроволновка где микроволновка ну в вихрь я не полезу он затянет там не вылезешь и на все равно убьет на море ну чё такое где поход сало уже но все равно ведь и хожу пешком тупо ничем не колюсь стали потихонечку постояли все восстановилась все пошли дальше на караван короче можно ходить без имза без аптечек без ничего вот электро пожалуйста то же самое зашел взял артефакт пошел дальше где у нас где-то вот здесь были всегда микроволновки самая страшная такая аномалия ну не считая вихря опасная из которой даже им за они сын за при помощи им за нельзя было вытащить артефакт теперь это можно будет сделать голыми руками когда прокачаетесь учета нету их ну можете на слово поверить сейчас еще раз что пройдусь что она особого вреда не причиняет ну раньше вот здесь они где-то были вот она зашел взял артефакт и спокойно вышел без беготни то есть просто тупо ходите по ним и все вот такие вот дела ну что ждем ждем на боевых серверах мне вот очень все это нравится только говорю с этими коробками непонятки такие вроде бы все как-то и ништяк но фиг его знает как выпадать вы это так в остальном по моему все правильно делают разрабы по моему все ништяк ну ладно ждем на боевых там посмотрим все всем пока и и Субтитры создавал DimaTorzok